Новые жертвы вербовщиков. Еще двое ивановцев захотели воевать в рядах террористической организации ИГИЛ. Оба молодых человека, студента, им нет еще и 20, из хороших семей. Когда и как случился перекос в сознании? Вопрос без ответа. На этот вопрос он даже сам не знает. Просто вот вербовали, душа как-то у него вот купила, я так понимаю. Особенно, чтобы, скажем, там большие деньги ему предлагали или чего-то, такого абсолютно нет. Вот про это я разговариваю с ним. Чисто вот в душу залезли, зомбировали, вербовали и вот человеку изменило. Муслим закончил школу, поступил в ВУЗ, на заочное отделение. На людях общительный и веселый спортсмен, неоднократный чемпион региона Покудо в своей категории. Начинающий художник. В один момент он стал замкнутым, сменил веру. В социальных сетях увлекся радикальным исламом. Очень замкнутый был и как агрессивный. Немножко вот это. Вы разговаривали с ним почему-то? Спрашивали? Ну, разговаривали, говорю, ничего, просто так. Что случилось? Или там каждый раз вот, ну так, питаемся, разговаривали. Говорят, ничего, остань, я устал. Так. А так подозрительно ничего не было. Ничего не сказал родителям и друзьям. Собрал вещи и отправился в Египет. Якобы учиться. Помогли интернет-друзья. Саид сказал, что он постарается это сделать. Он попросил своего друга, который учится в Александрии, принять меня. И тот в свою очередь согласился. После того, как я приеду в Александрию, он должен был меня встретить. Его задержали в аэропорту Домодедово. В кармане 4 тысячи рублей. В чужой стране нет знакомых, языка тоже не знает. Молодого человека обещали встретить. И даже купили обратный билет на случай, если не понравится. Только, как выяснилось, у трапа он был поддельный. Дорога в ИГИЛ в один конец. Сейчас муслим служит в армии. С ним поработали психологи. Говорят, необратимых изменений для психики не произошло. Положительный сдвиг в общении заметили и близкие. Сейчас вот служит в армии. Нормально. Полностью 180 градусов изменился. Сочиняется, что извиняется каждый раз, что так случилось. Уже жизнь как-то поняла. Общительный, уже верит, крест носит. История Али как под копирку. Говорит, хотел узнать побольше об исламе. Поэтому организовал сообщество ВКонтакте. Обсуждал происходящее в Сирии. Поощрял деятельность бандформирований. Только уехать не успел. Не позволили сотрудники спецслужб. Говорит, сейчас изменился и все осознал. Начал больше общаться с друзьями и родителями. Интернетом почти не пользуется. Как отвернуло. Отрезали голову. Я вот не знаю, что это показывать начали. Я потом по телевизору увидел, что они прямо показывают, как отрезать голову. И потом тоже начали задаваться вопросом. А на чем они так делают? У нас же когда-то не описано, что взять и отрезать голову простому человеку, который приехал туда работать. Деятельность террористической организации ИГИЛ запрещена на территории множества государств. В том числе и в России. Экстремистские видео из интернета регулярно удаляют. Тем не менее, случаи вербовки очень часты. По неофициальным данным, за ИГИЛ воюют около двух тысяч русских. Большинство пойманы в социальных сетях. Крючок – обычные человеческие слабости. Это одиночество, хотя ты живешь в огромном мире. Это и амбиции человеческие, это и какие-то утраченные иллюзии, это и низкая самооценка, это и не менее жизненных ориентиров, это и нежелание трудиться. Все эти слабости, которые в каждом человеке есть, найти их очень несложно. Поэтому это своя индустрия, которая, к сожалению, очень хорошо работает и обгоняет, может быть, некоторые социальные наши институты, которые пока не могут противостоять вот этой интернет-вербовке. Психологи говорят, для современной молодежи, написанной в интернете, истина в последней инстанции. Он заменяет общение с семьей и родными, дает адаптированные, облегченные знания обо всем. Подлинности их под сомнение оставить не принято. Мыслями сидящий за компьютером подросток может быть очень далеко. Упустить его просто, а вот вернуть практически невозможно. Надо всем родителям сказать, чтобы очень бдительно быть насчет интернета. Никто не страхован, что вот через интернет все можно, может быть. Чтобы вот были очень бдительно. У этих молодых людей все закончилось более или менее благополучно. На них не завели уголовное дело, не ограничили свободу, а только вынесли официальное предостережение. Так сказать, взяли на карандаш. Сотрудники спецслужб вовремя выдернулись студентов из террористических сетей. Но, как правило, у подобных историй печальный трагический финал. Сломанные судьбы, зона или безвестная гибель на фронтах чужой войны. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.